Горводоканал получил 4 миллиона рублей на химреагенты. В Архангельской области открылась первая химико-техническая лаборатория. Котлашанин заплатит 10 тысяч рублей за издевачество над животным. Кто еще выступит на сцене Котловского ДК, знает Наталья Андреева. Компания «Газпром» в лице подрядчиков строящегося газопровода в Котловском районе сварочно-монтажного треста выделила муниципальному предприятию Горводоканал 4 миллиона рублей на приобретение химреагентов. Об этом на еженедельной планерке рассказал глава Котлоса Андрей Беральнин. Предприятию перечислена сумма в размере 4 миллионов рублей на приобретение химреагентов. Это связано, во-первых, с теми затратами, которые понесло предприятие, начиная с лета месяца, когда уже работы в русле реки проводились. Ну и плюс сейчас, когда уже после проведения работ, также предприятие будет нести дополнительные затраты на очистку воды. «В пятницу, 2 февраля приступили к выполнению работ. На все работы согласованное время было 72 часа. Предприятие два раза в течение суток выезжало для мониторинга. Отбирались пробы выше места проведения работы и ниже места проведения работы. На понедельник, 5 февраля, работы в реке Лименбазе завершены, временное сооружение демонтировано. В течение выходных дней пиковые у нас были увеличения помутности по реке в районе водозабора более чем в 20 раз. Предприятие всем справилось, то есть те химреагенты, которые мы дополнительно приобрели, они, конечно, дополнительную роль сыграли. К другим темам. Шесть лет разработок, шесть лет строительства. Накануне в Северодвинске торжественно открыли первую в Архангельской области химико-технологическую лабораторию. На реализацию этого проекта по федеральной целевой программе было выделено около 100 миллионов рублей. Для чего создана лаборатория, кто и чем там занимается, какую глобальную проблему решают инженеры Северодвинска сегодня. Материалей Валентины Приходько. Сейчас я контролирую давление в камере кипения. Кандидат химических наук, ведущий инженер-технолог Анна Поспелова впервые демонстрирует результат трудов десятков научных сотрудников НИПТБ «Онега». Чудо-аппарат позволяет при 30-40 градусах доводить жидкость до кипения. Низкие температуры создают вакуум в камере кипения. Производительность 6 литров в час работать может круглосуточно без остановок. Для охлаждения кипящей воды, да, есть камера охлаждения, которая охлаждается посредством контуров. Контура охлаждения и контур нагрева идут от заполненной фреоном, фреоном высокого и низкого давления. Соответственно, мы с вами на пути можем проследить, какое давление в нашем контуре фреона низкого давления, фреона высокого давления. Сюда поступает высокосолевой раствор, морская вода или ее аналога. На выходе получаем чистую дистиллированную воду. То есть чистая вода, то есть мы имеем какой-то раствор, допустим, ингибитор, хромат калия, который утилизировать в больших объемах достаточно сложно. С помощью вот такого вакуумного выпаривателя, да, у нас объем утилизируемого вредного вещества сокращается в разы, в десятки раз. Кроме чистой воды, получаем и полусухой остаток. Его легко транспортировать и утилизировать. И отправлять не только в утиль, а еще на вторичную переработку. Такие соли нужны многим химическим заводам в России. Но глобальная цель лаборатории все-таки не продажа сухих остатков, а помощь свиродвинским предприятиям. В результате производства и судоремонта образуются большие объемы серьезных опасных отходов, высокосолевых растворов. Они имеют класс опасности для окружающей среды очень высокий. Их проблемно утилизировать. Нет технологий. Куда-то надо передавать, заключать дорогостоящие договора. Мы на наших стендах можем сократить объем этих растворов, перевести их из жидкого состояния в твердое, уменьшить класс опасности какими-то реагентными методами с помощью химии. И тем самым как бы решаем вопросы экологии. А еще здесь, благодаря гидродинамическому и аэродинамическому стендам, испытывают электролизеры. Новые, которые предстоит установить на корабле и уже изношенные, их испытывают в период ремонта судна на заводе. Это аналитическая лаборатория. А здесь уже математическими и химическими методами специалисты НИПТБ исследуют солевые растворы по составу. Для нас опыт проводят с обычной водой из-под крана. Она заметно окрашивается в более яркий цвет. В остальных колбах испытаны высокосолевые растворы. Уже на глаз видно, где солей больше. Результаты всех опытов и исследований заносятся в общую лабораторную базу. Эти данные скрыты. А сегодня здесь день открытых дверей. Лабораторию презентовали первым лицам города. Мы все понимаем, что ваша наука – это наука как раз прикладная. То есть то, что в ближайшее время должно быть внедрено в производство. И как раз то, чем вы сегодня занимаетесь, это уже перспектива по определенной возможной загрузке предприятий до периода 20-30 как минимум. Это действительно серьезный шаг, который позволит сегодня работать с более широким кругом предприятий, но и соответствующим образом решать те задачи, которые сегодня стоят по развитию Альфа. Пока лаборатория проводит опыты в тестовом режиме. Не все оборудование еще установлено. Но уже в середине февраля работа здесь начнет бить ключом. Расширят и штат сотрудников. Пока их восемь. На испытания пригласят и студентов-выпускников САФУ. 18 марта 2018 года в России состоятся выборы президента Российской Федерации. Как проголосовать на выборах президента России по месту нахождения? В этот день избиратели, находящиеся не по месту регистрации, смогут легко проголосовать там, где они находятся, в любом избирательном участке нашей страны. Для этого вам нужно заранее подать заявление, указав, на каком именно избирательном участке вы хотите проголосовать. Помните, заявление можно подать только один раз. Как подать заявление? Выбирайте. С 31 января по 12 марта в любом многофункциональном центре. Мои документы. В любой территориальной избирательной комиссии, через единый портал государственных и муниципальных услуг. А с 25 февраля по 12 марта еще и в любой участковой избирательной комиссии. Есть вопросы? Позвоните. Звонок бесплатный. Голосовать легко. Судьба стационарного поста ДПС. Количество дорожно-транспортных происшествий в 2017 году. Результаты работы системы «Безопасный город». Об этом и многом другом котловским журналистам в ходе пресс-конференции рассказал начальник городского отдела ГИБДД Вячеслав Кашин. В начале пресс-конференции Вячеслав Кашин рассказал об итогах работы ГИБДД за 2017 год. Так, в минувшем году количество ДТП, произошедших по вине водителей, увеличилось почти на 12%. Автолюбители нашего города стали чаще превышать скорость и выезжать на полосу встречного движения. Также увеличилось количество детей, пострадавших в авариях. В 2017 году травмы различной степени тяжести получили 27 несовершеннолетних. Причем в половине случаев дети перевозились в машинах без соблюдения элементарных правил перевозки. Без детских кресел или с непристегнутыми ремнями безопасности. Нам необходимо принимать меры по снижению уровня детско-дорожного транспортного травматизма. У нас деятельность в данном направлении ведется очень активно. Как сотрудниками ОГИБДД, так и сотрудниками детских образовательных учреждений, школ, садиков. Больше будем привлекать водителей за нарушение правил перевозки детей. Возможно, штраф в 3000 рублей сподвигнет, наконец-то, часть родителей на приобретение детского удерживающего устройства. Одной из самых актуальных тем пресс-конференции стал вопрос о судьбе поста ДПС, расположенного в пяти километрах от автомобильного моста через Северную Двину. С 1 февраля он был закрыт. Стационарный пост ДПС сейчас выглядит именно так. Окна заколочены, все заметено снегом, вокруг не души. Как пояснил Вячеслав Кашин, решение временно прекратить функционирование этого и еще двух постов в Вельске и на станции Ядрихам связано с целым рядом причин. В том числе с сокращением штата сотрудников ГИБДД. С начала года он уменьшился на 8 человек. Однако закрытие стационарных постов ДПС вовсе не означает, что патрульные перестанут нести там службу. Несение службы на бывшем стационарном посту ДПС не прекращено окончательно. Периодически мы там появляемся. Буквально позавчера на данном участке был задержан автомобиль, перевозивший 2000 литров спиртосодержащей жидкости с нарушением действующего законодательства. Подводя итоги минувшего года, Вячеслав Кашин также отметил эффективность системы «Безопасный город». Именно она зачастую помогает сотрудникам ГИБДД устанавливать все обстоятельства, произошедших в городе аварий и найти виновных в ДТП. Котлашанин заплатит 10 тысяч рублей за издевательство над животным. Такое решение вынес городской суд в отношении 31-летнего жителя Лиминды. Впечатлительных людей и несовершеннолетних мы просим удалиться от экранов телевизоров. Тему продолжит Денис Дворяшин. Очень жалко. Хозяйка кошки Татьяна Тюкавиным со слезами на глазах вспоминает свою любимицу. Хотя с момента гибели животного прошло почти полгода. Забыть произошедшее женщина не может. Животные, они тоже как люди. И она нам тоже как-то давала мне лично, какой-то эмоции давала. Во-первых, когда спать пойдет, она всегда меня так оближет. Оближет и пойдет. Эта жуткая история произошла в один из осенних вечеров 2017 года. Как установило следствием, сосед Татьяны, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, схватил ее кошку и утащил в хозпостройку на своем участке. Соорудил петлю из электрического кабеля и надел на шею кошки, которую взял у своей знакомой. Повесил животное и нанес последующим несколько ударов ножом. Живодер ударил кошку ножом не менее шести раз. А дальше, со слов Татьяны Тюкавиной, вытащил ее из петли и взял на руки. В таком состоянии мужчину обнаружил его отец. Слушай, говорит, что она тебе сделала? Я уже сразу так поняла, что это как его, что-то там неладно. Он пьяный был, он ничего не объяснял. Он даже в милицию приехал, он в машину еще садился пьяный. В ходе расследования мужчина полностью признал свою вину. Но объяснить мотива, втолкнувших его на эти действия, так и не смог. В судебном заседании обвиняемый вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Приговор о мировом суде последнему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Стоит отметить, что мужчина неоднократно извинялся перед хозяйкой погибшего животного и даже принес ей взамен котенка. Татьяна Михайловна призналась, что уже не держит на соседа зла, но от подарка отказалась. Ведь заменить ей ее и любимицу не сможет никто. Стоит добавить, что мужчине, который издевался над животным, повезло. Согласно изменениям в статью о жестоком обращении с животными, от 20 декабря 2017 года, теперь за подобное действие живодерам грозит до пяти лет лишения свободы. Сотрудники ОМВД России Котловский устанавливают личности двух граждан – мужчины и женщины, которые подозреваются в хищении товаров из супермаркета. Все произошло днем 3 февраля в одном из магазинов города. На камерах видеонаблюдения видно, как парочка долго прогуливается по супермаркету, складывает товар в корзину, а затем все содержимое мужчина, как ему кажется, незаметно распихивает в карманы, рукава, куртки и сумку. Всех, кто обладает какой-либо информацией об этой паре, просьба позвонить по телефонам, номера которых сейчас на экранах, или сообщить лично по адресу Дзержинского, 10А. К другим темам. В Котлассе продолжается реализация федерального проекта «Выходи гулять». Активное участие в нем принимают не только жители центра города, но и вычеготцы. В минувшие выходные они дружно приобщились к активному и здоровому образу жизни в рамках самых различных мероприятий. Каких, узнали мои коллеги Елена Ларева и Александр Потюков. «Выходи гулять» – этот зимний фестиваль охватил и поселок Вечеготский. Здесь в минувшие выходные участниками любимых всеми снежных забав стали десятки котлашан, как говорится, от мала до велика. Мы делаем очень много для двора, благоустраиваем. В тот год мы организовали детскую площадку для детей. Ну и, соответственно, торжество небольшое сейчас. Дети у нас очень довольны. Как можем, так и делаем. Взрослые постарались на славу и приготовили для маленьких вычеготцев сразу несколько сюрпризов. Поставили стол, вскипятили настоящий самовар, напекли блинов и других сладостей. Дети вволю накатались на специально построенные для них снежные горки и получили большой заряд самого главного витамина – бодрости и отличного настроения. Всем привет из снежных баталий! А этот привет от других участников зимнего фестиваля «Выходи гулять». Он прошел в парке за Вечеготским домом культуры. Это мероприятие для пропаганды здорового и активного образа жизни провели в воскресенье ребята молодежного клуба по месту жительства «Юниор» и волонтеры движения «Молодой Север». В снежных баталиях за победу бились 4 команды в составе учащихся в Ичеготских школ 75-й и 91-й, а также студентов Котлосского электромеханического техникума. Футбол на снегу, забавные эстафеты – все это было на зимнем празднике. Как всегда, победила дружба. Афиша праздничных мероприятий, посвященных празднику Масленица Котлос, 18 февраля. В воскресенье 18 февраля жители и гостей Котлоса приглашают на народный праздник Масленицу. В этом году основные масленичные гуляния пройдут на Бульваре искусств и в городском парке. В 10 часов утра здесь развернутся торговые и мастеровые ряды. На свежем воздухе гурманы смогут полакомиться блинами и шашлыком. В это же время за боулингом «Апельсин» стартует соревнование по зимнему мотокроссу. В 11.00 на сцене парка начнется театрализованная программа «Чудесные сказки Ивана». Одновременно на территории парка заработает ремесленный дворик и пройдут акции «Дерево души» и «Молодежный балаган». Сразу после возле парковой сцены начнется танцевальный флешмоб. Поучаствовать в нем приглашаются все желающие. В последнее время очень модной тенденцией стало проводить флешмобы, где все горожане собираются и танцуют один общий танец. Мы приглашаем котлашан молодых, активных, озорных приять участие в масленичном флешмобе, который пройдет в рамках основного представления в городском парке. Самых сильных и ловких в 11.00 ждут на спортивно-развлекательной площадке «Молодежные забавы». А самых смелых и отчаянных в 12.00 у «Ледяного столба». Кульминацией праздника, безусловно, станет традиционное сжигание соломенного чучела масленицы. Это зрелище котлашане увидят в 13.00. Но на этом мероприятие праздничной программы не закончится. На бульваре искусств вас будут ждать на дефиле «Желтой собаки». Данное мероприятие проходит в городе впервые. И это не просто показ костюмов для собак. Участники покажут еще и свой творческий тандем. А именно, хозяева со своими собаками будут и танцевать, и даже рисовать интересные картины. В ФАЭДК в это время будет проходить фотовыставка «Собака-обаяка». К участию в ней приглашаются обладатели четвероногих питомцев. Как известно, собака – это самый верный друг человека. И если вы являетесь счастливым хозяином этих лохматых жизнелюбов, тогда наш фотоконкурс «Собака-обаяка» именно для вас. Присылайте фотографии своих любимцев, рассказывайте о них, и пусть о вашем друге узнает весь город. В 13.30 на Бульваре Искусств начнутся показательные выступления конных клубов. Организаторы праздника обещают – это будет необыкновенное зрелище. 18 февраля, в День Масленицы, у нас пройдет и ГОГО-шоу на Бульваре Искусств в 13.30. В нем примут участие конные клубы, такие как «Фаворит», «Три богатыря», «Пегас», а также частное конное хозяйство деревни Куратова. Они покажут нам такие номера, как «Фольтажировка» и «Манежная езда». Безусловно, одним из самых любопытных моментов праздника станет кукольный театр «Балаган Петрушки». Представление начнется в 14.30 на Бульваре Искусств. А теперь расскажем о том, какие масленичные гуляния ждут 18 февраля жителей поселка Вычегодский. В воскресенье 18 февраля жители и гостей поселка Вычегодский приглашают на самый народный праздник – масленицу. По давней традиции, главные масленичные гуляния пройдут на территории Вычегодского ДК. В 10 часов утра здесь откроется универсальная выставка-ярмарка «Гуляй масленица». В это же время на хоккейном корте начнутся соревнования по конькобежному спорту. В 11 часов на площадке возле ДК заработает фотоплощадка. Одновременно по улице Ульянова стартует праздничное шествие. А уже в 11 часов 15 минут на сцене УДК гости праздника смогут насладиться театрализованным представлением «Ойты масленица» с участием лучших коллективов поселка. В полдень там же маленьких вычегодцев ждет сюрприз – кукольное представление «Теремок». Сразу после в 12.30 на площади ждут смелых и отчаянных, готовых покорить ледяной столб, показать свою силу в перетягивании каната, игрищах стенка на стенку. Сжигание чучела масленицы запланировано на половину второго. Котласский дворец культуры не перестает удивлять котлашан концертами звезд российской эстрады. За последний год в Котлассе побывали Рада Рай, Алексей Брянцев, Трофим, Эдуард Изместев, Сергей Беликов, Наргиз, Ирина Круг, Владимир Кузьмин. В ближайшее время список звездных артистов пополнится. Кого увидят горожане на сцене ДК, нам рассказала заведующая отделом по маркетингу и рекламе Наталья Андреева. На плечи Натальи Андреевой ложится основная работа по сотрудничеству с администраторами знаменитостей. Она не только договаривается о выступлениях, отслеживает продажу билетов и выполняет райдер артистов, но и находится в непосредственной близости от звезд, реализуя любые их требования. Например, Наргиз нужно было найти фониатра, врача, специализирующегося на диагностике и лечении голосовых связок. Конечно, у нас в Котласе такого специалиста нет, но лор-врач, с которым договорилась Наталья, известную певицу устроил. В райдере Ирины Круг одним из пунктов была прописана особая питьевая вода, которой в нашем городе не нашлось. Но Ирина оказалась неприхотливым человеком и с удовольствием пила воду местных производителей. Пожалуй, самым непритязательным артистом, который побывал в Котласе, можно назвать Владимира Кузьмина. Его концерт прошел в ДК в минувшую субботу. Никаких особых условий, несмотря на свои высокие звания и регалии, певец не требовал. Напротив, был очень скромен, вежлив и учтив. Зрители очень тепло его воспринимали. И что самое важное, он тоже очень был доволен той теплотой, теми овациями, теми эмоциями, которые подарили ему зрители. Он немного сдержанный человек в общении, не очень такой открытый, скажем так. Тем более, ценные были его комментарии по поводу зрительского приема. Зачем святой мы играли? Чтобы привести в наш провинциальный город известных артистов, Наталье Андреевой приходится прилагать максимум усилий. Ведь многие из звезд о Котласе из ее уст слышат впервые. И в таких залах, как наш дворец культуры, никогда не выступают. Тем не менее, Наталье удается настолько грамотно провести переговоры с прокатчиками знаменитостей, что те соглашаются привезти в Котлас не один, а сразу два концерта. Как, например, в случае с Наргиз и Кузьминым. При этом цены на билеты более-менее приемлемы для Котлаша. Я не буду рассказывать, сколько это стоит нервов. Об этом знают мой муж, моя мама, мои коллеги, которые бывают непосредственными свидетелями всех этих нервов. Самое главное, что зрители рады, что они получают праздник, они видят любимых артистов, да, и имеют возможность сходить на этих артистов у нас в Котласе, не тратить деньги на билеты и ехать куда-то в другой город. После таких аншлагов, как с Наргиз, Ириной Круг, Трофимом и Владимиром Кузьминым, коллектив Котласского ДК не намерен останавливаться на достигнутом. И в новом сезоне продолжат удивлять Котлашан звездными выступлениями. Уже послезавтра, 8 февраля, горожане смогут увидеть незабываемое зрелище иллюзионистов, братьев Сафроновых. Их фокусы, иллюзии и трюки с использованием современных технологий не имеют аналогов России. Волшебным превращением на сцене трудно найти логическое объяснение. И даже самый ярый скептик на концертах уникального трио начинает верить в чудеса. За 15 лет шоу братьев Сафроновых посетили более 5 миллионов человек по всему миру. Их называют русскими коперфильдами. Первую половину зала мы продали практически за две недели. Сейчас уже билеты остались большей частью во второй половине зала. Некоторые люди боятся покупать эти места. Думают, что им плохо будет видно, что они не смогут разглядеть фокусы. Поэтому хочу отметить, что все номера будут очень масштабные. И вы рассмотрите все, что происходит на сцене даже с последнего ряда. Если бы за мультики давали Оскара, чего смеяться, мы бы вокруг Жека сделали из этих статуэток километровый забор. Вот такие пацаны у нас работают. 28 февраля и 1 марта на сцене Котловского ДК будет выступать народный артист РСФСР, юморист, певец, актер и телеведущий Владимир Винокур. Наш город, он приедет со своим театром пародий. А 1 апреля Котлашан ждет еще одна незабываемая встреча. 1 апреля в Котловском дворце культуры состоится спектакль, в котором заняты артисты. Народный артист России Владимир Коренев. Это легендарный артист, сыгравший роль ихтиандра в фильме «Человек-амфибия». Это актер Сергей Глушко, более известный народу под псевдонимом Тарзан, муж Натальи Королевой. И заслуженный артист России Сергей Дорогов, популярный актер из сериала «Шесть кадров». Это будет комедия «Завещание целомудренного бабника», которая пройдет очень кстати в день смеха 1 апреля. Ждем вас в нашем Котловском дворце культуры. Кстати, в этом сезоне концерты знаменитостей будут проходить не только в Котловском ДК, но и в учреждениях культуры по микрорайонам. Вот, например, в конце марта в Лименском доме культуры состоится концерт уже известной в городе группы «Сборная Союза». В прошлом году они приезжали к нам в Котловский дворец культуры и провели замечательный концерт, очень понравились зрителям, имели восторженные отзывы. Всех планов на этот творческий сезон Наталья Андреева раскрывать не стала. Говорит, боится сглазить. Сейчас она как раз ведет переговоры с концертным директором очень популярного певца, кумира миллионов россиян. И будем надеяться, что у Натальи все получится. И мы увидим выступление знаменитого артиста, имя которого сейчас под большим секретом. «Семья как матрешка. Если есть папа, то обязательно должна быть мама. Если есть папа и мама, то должны быть дети. Сынок и дочка. А потом еще сынок и дочка. Чем бойся, тем и уцел. Так усея!» Наполните жизнь счастьем. Продать, купить, поменять жилье – такие насущные вопросы сегодня решает агентство недвижимости «21 век». Главным достоинством агентства недвижимости «21 век» является надежность. На рынке недвижимости компания работает уже 7 лет. За это время агентство приобрело огромный опыт в сделках любого рода. Со слов директора агентства Алексея Фролова, в базе имеется более тысячи объектов. А это значит, что здесь вам подберут именно тот вариант жилья, который вам нужен. Основной задачей агентства недвижимости «21 век» является удовлетворение требований покупателей и продавцов. Покупателям мы предлагаем не только воспользоваться базой наших предложений. По желанию клиента мы подберем необходимые объекты недвижимости. Организуем их показ в удобное для вас время, взяв на себя хлопоты общения с владельцами. Проверим и подготовим необходимый пакет документов. Отметим, что стоимость услуги по оформлению сделки здесь вполне адекватная. Кроме того, агентство является официальным партнером Сбербанка, что характеризует компанию как надежную. Рассмотрение заявки на ипотеку можно получить прямо в офисе и в течение часа. Агентству недвижимости «21 век» исполнилось 7 лет. В связи с этим Павл Сбербанк вручает свидетельство, подтверждающее официальное партнерство. А также то, что сотрудники агентства прошли обучение по программе ипотечного кредитования и имеют право проводить консультации и обрабатывать заявки на ипотеку в Сбербанк. Поздравляю агентство недвижимости «21 век» и надеюсь на долгосрочное плодотворное сотрудничество. Задача агентства – обеспечить лучший сервис для клиентов. Здесь проводят любые операции с недвижимостью, в том числе с жилищными сертификатами и материнским капиталом. Именно поэтому агентство недвижимости «21 век» можно назвать социальным агентством. Агентство недвижимости «21 век». Любая недвижимость из надежных рук. Котлас, ресторан «Медведь», третий этаж. И это на сегодня все. Впереди вас ждет небольшой блок полезной потребительской информации. После прогноз погоды с Екатериной Ралдугиной. Приятного завершения вечера. До встречи. Их называют русскими коперфильдами. Их шоу за 15 лет увидело более 5 миллионов зрителей. По всему миру. Братья Сафроновы с новым шоу «За Бест». На сцене Котловского дворца культуры. 8 февраля в 19 часов. Не пропустите. Телефон 52515. Только с 3 по 15 февраля в торговом центре «Арена» работает контактный зоопарк. Спешите видеть экзотических животных и птиц. Питоны, попугаи, макаки, декоративные кролики, дикобразы, кенгуру и многие другие. Зверей можно сфотографировать. Здравствуйте. О погоде на среду, 7 февраля, расскажу вам я, Екатерина Ралдугина. Наш метеовыпуск выходит при поддержке сети магазинов «Континент». В сети магазинов «Континент» вас ждут небывалые скидки на продукцию российских производителей. Самая вкусная цена сегодня на суповой набор из говядины – 66 рублей за килограмм. В такую же цену вам обойдется рагу свиное по-домашнему. Чуть дороже – 79 рублей стоит 325-граммовая банка свиной тушенки «Русские узоры» – высший сорт. А грудинка свиная свежемороженная – 236 рублей за кило. Удивит цена и на кировский окорок свиной бескостный – 253 рубля за килограмм. Пикша «Мурманская свежемороженная» – 169 рублей за кило. Камбала – 186 рублей за килограмм. А форель «Корельская свежемороженная» – 486 рублей за кило. Магазин «Континент» – только качественная продукция. В среду 7 февраля в Котласе пасмурно. Температура воздуха днем до минус 10 градусов. Ветер южный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление выше нормы. Приятного завершения вечера. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. Ветер южный – 4 метра. Продолжение следует...